оуе друзья товарищи мы прошли уровень 4 если я не ошибаюсь по находили все секреты еще раз в предыдущих сериях секреты у нас вот здесь две штуки и здесь у нас три комнаты где нужен фумиум ключ на уровне он только один поэтому если вам что-то еще нужно будет отсюда можно будет вернуться а мы едем куда мы едем вверх вниз мы едем непонятно наверно вверх куда же это прикольный уровень но опять-таки подвину стул здесь уровень прикольный тем что разгадка лежит на другом уровне вот кузнему вы сейчас видели при загрузке зрел в стилу соответственно мы дойдем я все покажу сразу ящик вот секреты я не помню три штуки здесь три секрета три секреты вот придется наверно все-таки спялиться на стенке так она булава 28 домашки как бы больше но ладно я пока с этим похожу так берем пластинку берем записки сразу втыкаемся читать так люси пейдж которая дальше бакланет нашу до лору нашу жену мы уже это знаем так что очередная записка от нее так я изменила правила игры ну вот так вот я делаю вид что как бы следую указанием лоры без всяких вопросов для того чтобы подобраться к ней поближе ну и и точнее даже не к ней а к ее экспериментом вот недавним для того чтобы собрать улики ее сумасшествие а я веду себя как этот слезняк кролл ну кролл это который наш задрот помните вот который там подлизывается же полис короче и говорит что это работает она наконец-то думает а а она она наконец думает что как бы ну до меня дошло что я смирилась с этим она бестолочь так как я и думала изначально говорит я понимаю что это большой риск но я не могу стоять в стороне и просто смотреть как зло сжигает мир если она поймет что я за ней шпионю это будет пас ну как бы последний день моей жизни а я на сто процентов в этом уверена да она зайдет так далеко так вроде вроде может быть даже я и помню где секрет так и пластинка так скажешь на что Это начало объяснить все-таки настоящие вопры в области. Это мистерство, которое мы раньше не имели ответственность. Но это не то, что это произошло. Это было... Я никогда не забуду пространство. Но, естественно, я забыл это как-то. Сейсмологи засекли большое землетрясение где-то в море, в море Мейер Вапорума, 450 миль южнее от столичного острова. Ну или это Капитал Айленд, либо он так называется Капитал, либо это столичный остров, хрен его знает. Наверное, все-таки он так и Капитал так и назывался. И вот говорит, что Капитал как раз пострадал от самого большого цунами, который вообще когда-то упоминалось. Сначала мы боялись, что это повстанцы. Ну, которые пытались что-то запустить у нас огромное. Не зная, что война закончилась. Как бы... Ну и расследования были довольно-таки интригующие. Это были не повстанцы, это был метеорит. Метеорит, который находился где-то в море, ну, на побережье или Сибет. Хрен его знает, что такое Сибет. Короче, в море. Пускай будет. Да, наверное, все-таки где-то... Нет, Сибет это, наверное, имеется в виду на морском дне, типа. Да, он был там на протяжении столетий, лежал себе тихенько, без всяких каких-то вообще звуков. Потом он ни с того ни с сего как бы разломался и открылся, можно так сказать. И... И освободил кучу, ну, изверг, большое количество энергии в море. Мы нашли кору метеорита, ну, которая, ну, как бы была в воде. Который в воде за счет того, что, как бы, пузырьки подымались со дна. И по пару над поверхностью. Как бы это... Это нам рассказало про присутствие пара на территории. То есть, ну, тайна, которую мы до этого момента не могли объяснить. Ну, вот именно этот, как бы, пар, да, почему он там. Как оказывается, это метеорит разломался, который лежал себе на дне кучу времени. Он говорит, то есть, как бы, не договаривает и говорит, что я, как бы, никогда не забуду этого взгляда. То есть, он говорит, что это не была, ну, жара, что ли, то есть, температура. То есть, ну, грубо говоря, он намекает на то, что... Кстати, видите, как мы этого сейчас робота можем завалить, загундосить, если он никуда не денется. Он говорит, что, ну, намекает, что это было что-то живое. Потому что в конце именно он сказал, что никогда не забуду этого взгляда. Так, ну, тут придется, наверное, все-таки попялиться немного на стены, потому что я не совсем помню, где секреты, но... Ну, мы особо, так знаете, не будем, наверное, задерживаться, хотя хрен его знает. Может и будем. Я приблизительно, по-моему... Помню на этой локации, где может быть кнопка. Ну, то есть, на какой текстуре, наверное, все-таки. Хотя, опять-таки, может быть, все-таки стоит, знаете, проходить. Как бы не заморачиваться. Вот здесь вот очень нехорошие штуки. Видите, что они творят. У них лазер. Ну, благо, они эти коробки не разбивают. Так, вроде он рубанулся. Да, отлично, класс. Так, дверь за нами закрылась. Я думаю, что мы все-таки будем играть в обычном режиме. А потом, если еще, я... Если вдруг мы не найдем всех секретов, то перед тем, как мы пойдем на следующий уровень, я уже сам поищу и быстренько вам покажу. А то у нас уже будет какой секрет? Одиннадцатый. Да, точно. Окей. Просто я не помню. Я не помню наверняка. Мне кажется, опять-таки, я могу напутать уровни, но все-таки я где-то помню, где-то не помню. Тут уже надо на местности ориентироваться. Господи, что ж такие коробки-то мощные. Так, здесь просто огромная территория. Насколько я помню, здесь должен быть рычаг, который уберет эти все коробки. Ну, я вот что-то пока не могу его найти. Вот он. Да. Ну и, конечно же... Конечно же, сразу тут... Вот он все равно... Видите, он, зараза... Не очень прикольно они... И он очень много забирает здоровья. Надо постоянно держаться у них за спиной. О, блин, вот это я сейчас лоханулся. Так, один умер, отлично. А второй где? Второй тоже умер. Каким чудом. Ну уж, их двое было, правда? Так, и... Да, вот здесь вот отсюда они вылезли. И вот здесь еще один рычаг, который опустит нам тот ящик. Да, окей. Так, вот здесь я не помню, ли есть секрет. Может, есть, а может и нет. Фиг его знает. Ладно, идем, 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 идем. Потому что я, наверное, все-таки не хочу тратить время. Ну, если я сейчас буду искать, это будет очень долго, видео затянется. То есть уже по ходу, может быть, я сориентируюсь на местности, так сказать, и вспомню, есть секрет или нет секрета. Потому что... А может быть и такой вариант. Естественно. А, не, все правильно, пошел. Потому что, может быть, я вспомню на местности, и мы секреты найдем дальше, поэтому как бы сейчас все это пересматривать нет смысла. Ну, вот как-то так. Да, я помню этот уровень. Он, кстати, довольно-таки интересный, классный. И большой. Потому что, грубо говоря, он состоит из двух уровней. Ну, двух этажей. То есть для того, чтобы набрать этот этаж, там придется потом спуститься. Вот это, видите, я очень тормознул. Не надо было этого делать. Насколько, кстати, я вам помню, они, по-моему, еще и лечатся. В кислоте. Так, здесь шестеренка. Мы ее возьмем. То есть у нас сразу закрывается. Закрывается дверь. Но она нам пригодится дальше, поэтому... Поэтому забирайте ее сразу. Ну, у нас просто не щадят. Куча сразу, блин, мутантов всяких. Давайте мы... Так, полечились. Вот, кстати, когда щит появляется, значит, мы отбили удар. Наляха. Просто не заметил даже. Но он, зараза, стреляет как-то слишком быстро. Я тупо не заметил, что вылез второй говнюк. Ну, ладно уже. С одним... С одним мы уже точно разберемся. Сейчас мы его ломом, блин, замутлосим. Господи, да что ж ты так какой-то мощный. Ну, лечиться нам уже не надо. Это хорошо. Ну, на. Блин, ни хрена у него хп. Слушайте, хорошо, что мы того замочили. По-моему, того было меньше. Надо посмотреть, ради интереса, сколько нам опыта дали за этого. Ну, за этого, то есть 32. А сколько за этого? Я что-то не обратил внимания, но... Говорю, как бы-то он, типа, ошибка. Шибко модный. Так, ну, это мы, по-моему, открыли ту дверь, которая за нами, собственно говоря, захлопнулась. Если надо быть, теперь постоянно на стрёме. Да, здесь довольно будет большой уровень, я не знаю, может быть, с нами трёх видео не хватит. Так, здесь дверь закрыта, значит, мы дальше пройти не можем. Зергаем рычаг и проходим сюда. Вот дальше. Я не помню, но туда мы пока не можем пройти тоже. Потом, значит... Блин, сколько тут... Ага, тут нужен ключ. Растики. Хорошо. Хорошо, хорошо. Так, это стрелок? Нет. Ну, держи. Держи. Вот на них классно действует. Яд и проще офига-то. А, ну, это место я помню, да. Довольно паскудно. Мы коробку подвинули. Здесь ящики, плита. Видите, тут вроде всё закрыто. Ай, сохранюсь, ничего не понятно. Но вот здесь, видите, у нас есть дырка. Я думаю, мы тогда кирпич возьмём и открывается дверь. Такие цела. тоже долго не мог понять, как туда забраться, потому что я думал, что как-то ящик разбить. Вот эти можно ящики разбить, видите. Просто не заметил той дырки. Так, записка и двуручное оружие. Ну, мы, естественно, брать его не будем, потому что я с двуручным всё равно ходить не буду. Это обычный молот без каких-либо свойств. Просто наносит кучу домашки. Но, как вариант, можно попробовать, кстати, создать персонажа такого именно танка с двуручным оружием. Было бы довольно прикольно. Брэксру. Так, это у нас прорыв. Так, Лием Хоул. Вот я уже забыл. А, это которые типа звуки всё. Последнее письмо от него. Так, я сделал большой прорыв, расшифровав некоторые начальные слова. Ну, которые ядро напевало мне. Ну, простые слова, скажем так. Так, теперь я понимаю, что оно хочет и что оно чувствует. Мы должны сделать всё что оно нам говорит. Насколько я понял. Ну, как бы это за пределами нашего интеллекта. И восприятие реальности. Оно может взять нас в место, где мы... В место, о котором мы даже не мечтали. Но никто не понимает. Эти дураки просто не хотят меня слушать. и не думать, что... что я сошёл с ума. Моя последняя надежда это как-то повлиять на лору Райк. Которая, судя по всему, заинтригована моими... ну, моей находкой. Возможно, её влияние возможно, её влияние сможет ну, раскачать как бы мнение и дать моим исследованиям ну, скажем так, возможность так, хорошо, хорошо. Ну, в общем, понятно, да, он на неё надеется. Я думаю, тут вот так, надо здесь этих друганов завалить. Так, есть, готово. Так, хорошо. Вот здесь кнопки, как видите, мы на них наступаем и вылазят монстры. Тут везде есть куча всяких ящиков. Сейчас мы тогда, короче, с ними всеми разберёмся для начала. Вот здесь точно есть секрет, я помню. Сейчас мы постараемся найти секретную комнату, но для начала нам нужно всё-таки исследовать. Вот, видите, тут закрыто, например. Вот здесь сейчас открылось, когда мы, по-моему, на кнопку встали. Так, отлично. Нам нужно несколько этих рычагов задействовать господи. И каждый раз появляются появляются монстры. Как видите, по-моему, мне показалось или... Ой, блин, фальстарт. Это плохо, потому что он нас сейчас зажмёт. Здесь надо выходить. По-моему, они друг друга всё-таки могут могут друг другу наносить урон. блин, как я ненавижу. Это, наверное, самые ненавистные враги вообще вот. За всю игру это вот эти вот штуки. Блин, я сейчас просто подохну. Всё, хана. Сейчас мне, наверное, будет. Бляха, муха, да вы чё, шутите? песец. Я не сохранялся, блин. вот это жопа. Ну ладно, мы всё равно сейчас туда быстренько наберёмся. я вырезать не буду тогда. Всё-таки уже ну сам процесс чтобы был виден геймплеем. Видите, как бывает и такое. Они появляются где-то из каких-то порталов. Сейчас просто надо перед тем, как ручку нажимать, сохраниться до всего. Блин, тоже живущая, зараза. Да ладно, ну сколько в тебе хп-то? Офигеть. Так, дверь открылась где? Где она там открылась-то? Так, ну и перед тем, как нажимать опять-таки рычаг, надо восстановить полностью энергию. Фу! Сейчас вот здесь уже сохранимся. правда, это долго довольно-таки происходит. Ладно, в бой. Ну как ты знала, что я здесь буду, господи! Пляха-муха, это просто капец. Серьезно. все это, короче, можно загружаться. Я просто ненавижу эти моменты, вот эти вот, вот здесь капец, просто ненавижу, серьезно. Ну, тупим. Ну, просто хочется материться иногда, потому что, видите, что бляха происходит. понятно, спасибо, блин. просто зажимают, ну, как тут можно, бляха, играть нормально. Что-то за говно. просто со всех трех сторон беру, зажимаю, сволочи. Пляха, ох, я сейчас буду орать. Материться, просто начну. Серьезно, у меня, блин, горит. Бляха, бляха, муха, опять. Так, нажал на F9, что ж, сезером вылез. Твою мать. Не, я не буду это вырезать, даже не думайте. Крёбаная херня. Твою мать. Ну, камон, ну, что? Надо вот это говно убить, бляха, в первую очередь. Сразу лещилку включать. Вот это говно, которое плющийся, говорю, это самое, самое, самое херовое, самый херовый монстр, потому что он плюется, блин, еще вот этим ядом отравляет. Просто жопа. Ну, еще и этот говноед со своим молотом, естественно. понятно, когда он один, уже тут несложно. Просто и побегать, то особо негде. напряженный момент, на высокой сложности. Ну, и хп, у него предостаточно. Так, это, по-моему, еще одна дверь, которая открылась, вроде бы. Сейчас мы еще тут засовемся. Тут, по-моему, в какой-то, в одной из последних дверей, по идее, должен быть. то ли рычаг, то ли ключ. Ну, вот я опять себя зажал. Так, я так понимаю, типа я убил и того, и того, да, за счет того, что... Вот, кстати, вот пистолет, видите, в этих случаях довольно прикольная штука, потому что, как вы помните, наш пистолет пробивает насквозь. Так, хорошо, кирпич и еще опыт. Так, еще раз сохранимся. Ну, и то, что не появляется, хрен знает где. Ну, бляха-муха, ну камон. Ну, это, короче, жопское место, реально очень жопское. Там он еще один. Сейчас меня опять тут зажмут. О, кстати, уровень прокачали, это хорошо. Ну, опять здесь свалу, свалу нет, что-то. Убегать. Отлично. Ну, вот я не знаю, как без магии. Так, хорошо. Кстати, мы нашли ржавый ключ. Так, подождите, что я делаю? Давайте это мы тогда сразу заюзаем, чтобы оно нам в инвентаре не валялось. А, мы эти рычаги нажимаем, видите? То есть, мы уже везде были, нам просто, походу, открыли дверь назад, ход. И это хорошо. Так, записка. Джиньшин, которая рассказывала нам про тараканов. Так, а еще у нас уже 28 минут, капец, сейчас уже будем заканчивать тогда. Ну, это скорее про тех, которых мы только что сейчас убили. Если вы обратили внимание, он был больше, она говорит, что некоторые тараканы вырастают просто до размеров быка. а мы до сих пор не знаем, почему это происходит. Почему это происходит только в маленьком проценте, ну, как бы, всего количества этих тараканов. Ну, то есть, имеется в виду, что очень мало, но вырастает до таких размеров. Но не говорят, что помимо всего этого у них, как бы, развиваются довольно-таки мощные хитиновая, хитиновая броня. Спереди и по бокам. И такс. покрыта, ну, какой-то такой вот колючей структурой. Barbed wire-like. Ну, как barbed wire-like, это имеется в виду, как колючая проволока, что ли, которая может легко повредить как бы человеческую плоть. А также эти гиганты похожи на то, что регенерируются довольно-таки быстро, когда они находятся под атакой. так, и несмотря на это, их некрепкие тела, их некрепкие тела достаточно бляшкин кот, достаточно-достаточно подвержены урону задней части. Ну, как-то так. то есть, если мы их бьем сзади, то мы наносим им, грубо говоря, больше урона. Окей. Так, здесь мы вроде закончили. Идь по поводу секрета. Вот здесь есть кран. А, кстати, опять-таки, блин, что я... Это один... Это одиннадцатый у нас секрет. Я забыл сохраниться. По-моему, он тут должен быть. С-11. О, еще и с... С-11. Вот здесь есть кран, вот в этой вот комнатушке. Один мы крутим, и потом мы идем крутить. Второй где-то должен быть. Насколько я помню... А, вот. И вот здесь второй кран. И тогда где-то должна открыться дверь. А, вот еще третий кран. Три крана. Три крана. Хорошо. И теперь мы ищем, где у нас открылся проход. Потому что хрен его знает, где он открылся. Вот. О, ну это совсем другое дело. Я думаю, что здесь уже однозначно мы оставим наш лом, потому что здесь урона уже более чем в два раза больше. И так же при ударе уменьшает уцелье точность и уклонение, делая их слабее и более восприимчивое к атакам. То есть минус 20% уклонения действует это 5 секунд. Отлично. Он еще, ну, к тому же и быстрее. Так. Такс-то редакс. Поэтому я думаю, что лом мы оставляем. Так, здесь вроде больше секретов нет. И отсюда тогда уходим. Ключ у нас ржавый есть. Вот. Так, один секрет, да? Из трех мы нашли. Я подозреваю, где есть еще один секрет. В принципе. Так, а туда мы пока не можем попасть. Так. Так, подождите. А где у нас? Где была дверь с ржавым ключом? И, собственно говоря, сейчас туда дойдем. И я думаю, на этом закончим. И уже продолжим в следующем видео. Сейчас только надо вспомнить, где оно. Наверное, может быть, эта дверь. А, блин, ну что ж такое? Это не та дверь, господи. Что ж я торможу? Так я, наверное, там был, кстати, и пошел назад. Просто не заметил, куда ключ совать. Что-то есть. Есть у меня такое подозрение. Угу. Ай, да молодец. В общем, всем спасибо. Ставьте лайки, пишите комментарии, приходите еще и в следующем видео. Мы продолжим проходить уровень The Riddle of Steel. Пока-пока. Пока-пока.